Каждая третья квартира в стране куплена в ипотеку. Бум на покупку жилья в кредит пришелся на вторую половину 2014 года. Причем люди старались приобрести новостройки или жилье эконом-класса. Также в конце декабря начали снижаться цены на частные дома. Такие данные приводят представители банковской сферы региона. И у нас этот тренд сохранился. И в январе у нас там выдача достаточно крупная сумма, которые, если средний чек у нас там полтора миллиона, то в январе средний чек там составил порядка пяти миллионов. С начала 2015 года оформлять ипотеку на покупку жилья самарцы стали меньше. Предложений на рынке жилья хватает. Но получить деньги не так-то просто. Практически все банки региона ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Первоначальный взнос составляет порядка 30% от стоимости. Раньше достаточно было внести 20%. Выросли процентные ставки. Сейчас они начинаются от 14,5%. При оформлении ипотеки также важен уровень зарплаты и даже место работы человека. Мы все научены кризисом 2008 года. Мы все научены тем, что были там массовые какие-то сокращения работников. И, соответственно, была просрочка, которая вызвана этими причинами. Поэтому в нашем банке андерайтинг сейчас в том числе рассматривает отрасли, где у нас работает потенциальный наш заемщик. Пока в сложившейся экономической ситуации выдавать ипотечные кредиты банкам невыгодно. Впрочем, делать прогнозы они не берутся. При поддержке правительства страны ситуация должна измениться. На субсидирование процентной ставки регионам планируется выделить 20 миллиардов рублей. Государство намерено сохранить темпы строительства. В прошлом году в стране построено более 80 миллионов квадратных метров жилья. Но такие показатели вышли впервые с советских времен. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов. События.